Еще один из сторожил Свердловского сельскохозяйственного института, ныне Уральской сельхозакадемии, факультет технологии животноводства. Он основан в 1949 году. Тогда он назывался зоотехническим. Квалификация зооинженера возникла недавно на стыке двух важнейших научных направлений, биологических и инженерных. С первых лет усилия коллектива были направлены на повышение продуктивности, следовательно, разрабатывался полноценный рацион кормления сельскохозяйственных животных. Факультет готовит зооинженеров-технологов по производству и переработке молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины. Чтобы получить высококачественную, экологически безопасную и конкурентноспособную продукцию, нужно применять новейшие достижения науки в области селекции животных, системы их содержания и кормления, первичной переработки и реализации продуктов животноводства. Для этого заключаются договоры с молокозаводами и мясокомбинатами. Выпускники факультета без труда устраиваются на работу. Мы готовим руководителей, потому что, если посмотреть область, то действительно очень ведущие посты занимают именно зоотехники. Бывшие наши выпускники, ну вот, извините, все птицефабрики. Это Топорков, Ревтинская птицефабрика, это Ирьян, это Среднеуральская птицефабрика, это Дудин, вот хлеб-продукт, это главный зоотехник у нас Свердловской птицефабрики Чичкина, это директор у нас плем. объединения Мэморин Владимир Сергеевич, то есть везде, то есть куда ни посмотреть. Это ведущие директора и сельскохозяйственных таких серьезных хозяйств, вернее, в области. Прежде всего я горжусь, наверное, тем, что я сумел подготовить большую плеяду специалистов, сумел им передать свои знания, свой опыт. Вот, пожалуй, это самая моя большая гордость. Кроме учебной, на факультете ведется серьезная научная работа. Особое внимание специалистами факультета уделяется экологии. В научной работе активно принимают участие студенты. Закрепить полученные знания на практике они могут в учебно-опытном хозяйстве «Уралец» и в других лучших хозяйствах области, как и студенты факультета механизации сельского хозяйства. Он появился в 1950 году. Учебная база в то время была достаточно слабой, а машинный парк состоял всего из пяти тракторов и двух комбайнов. Чтобы это компенсировать, студенты проходили практику не только в учхозе, но и на предприятиях области. Сегодня парк машин укомплектован новейшей техникой. Факультет готовит инженеров-механиков. Важное место в обучении – практика. Станочные, слесарные и сварочные работы, вождение автомобилей, работа на тракторах и комбайнах. После сдачи экзамена в ГАИ студенты получают права. Ежегодно лучшим из лучших предоставляется возможность пройти практику за рубежом – в Германии, Австрии и других странах. Все выставки, какие проходят областные, по крайней мере, выставки, мы стараемся, выставки сельскохозяйственной техники, оборудования, мы стараемся, чтобы наши студенты посещали эти выставки, прямо организовываем выездные занятия на факультете, вот на этих выставках, в частности, выставка агро ежегодная. Профессор кафедры графики и деталей машин Василий Блюхер – идейный вдохновитель и создатель программы «Упаковочный комплекс Урала». Считают, что лучше алюминиевой упаковки сложно что-то придумать. К тому же в нашем городе есть два завода по переработке алюминия. Самый хороший материал, который меньше всего дает неприятностей при отходах, это алюминий, его бросил в печку и все. Я думаю, что это тот, один из тех локомотивов в нашей экономике, в нашем производстве, это ведь и машиностроение, это ведь и бумага, это ведь и химия, это все комплексное решение вопросов. Я думаю, что это одно из направлений, которое будет тем локомотивом, который ускорит социальное и производственное развитие нашего региона. В 1996 году на факультете начали готовить инженеров-педагогов по механизации сельскохозяйственного производства. Достаточно молодой, но уже пользующийся большим спросом инженерный факультет. Специальность эта сейчас востребована, и студенты знают, что, закончив вуз, они обязательно устроятся в жизни. Как показывает практика, юноши из сельской местности, как правило, получив образование, возвращаются домой и устраиваются на работу в колхозы и совхозы. Качественное образование на селе сейчас очень важно, и председатели часто идут на все условия молодых специалистов, вплоть до предоставления жилья. К сожалению, так бывает не всегда, но имея в руках специальность, юноши устраиваются на работу на предприятия и в автосервисы. Именно специалисты, которые должны работать в области обслуживания и ремонта машин, конечно, они необходимы и не востребованы. Потому что агропромышленный комплекс – это не просто сельское хозяйство вообще-то. Это и перерабатывающая промышленность, это и другие соседние области. Поэтому это несколько шире, чем просто в сельском хозяйстве. У факультета есть договоры с предприятиями, на которых студенты проходят производственную практику. Это позволяет познакомить будущих специалистов с новейшими образцами техники. Когда студентов распределяем, просто их как бы отрывает друг у друга. То есть заказов много, студентов мало. Вот тут специфика. А специальность технологии обслуживания и ремонта машин, те вообще пользуются спросом во всех предприятиях, поскольку и в городе, и на селе эксплуатация, ремонт всем необходимы. Поэтому у них проблем с трудоустройством нет. Также молодой, но самый востребованный факультет академии – экономический. Он был основан в 1991 году. Здесь готовят специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту, экономике и управлению аграрным производством, финансам и кредиту. На кафедрах ведется большая научная работа. Разрабатываются экономические программы, многие из которых уже внедрены как в Свердловской области, так и за ее пределами. Наши специалисты и ученые являлись разработчиками таких известных программ, как упаковочный комплекс «Урала», которые утверждены правительством Свердловской области. Это ряд программ правительственного характера, развитие крестьянских и фермерских хозяйств Свердловской области. Это программа непрерывного сельскохозяйственного образования и кадрового обеспечения АПК Свердловской области и ряд других программ комплексных целевых, которые реализованы и сейчас находятся в процессе реализации. В частности, мы соавторы и соисполнители концепции продовольственной безопасности Свердловской области, которая также утверждена постановлением правительства нашей области. В обучении используются самые передовые разработки, например, электронные учебники. Этот учебник отличается от обычного тем, что помимо обычных страничек туда можно встроить мультимедиа, различные вставки с реальным движением объектов. Можно вставить какие-то картины, можно вставить гиперссылки на какие-то справочники. Все это будет на одном диске. Кроме этого, в этом учебнике есть очень интересная система тестов. Работа с электронными учебниками становится доступнее еще и благодаря тому, что в последнее время на факультете появилось три компьютерных класса. Программа обучения скомплектована так, чтобы студент получил всю необходимую информацию в короткие сроки. Если раньше наши студенты распределялись в основном по хозяйству, сегодня наши студенты работают вплоть до Государственной Думы, а за рубежом одна наша выпускница, помощник мэра города даже. Есть и такие. Если в начале мы могли только мечтать о том, что мы будем делиться опытом, вернее, перенимать опыт за рубежом, то сегодня мы с удовольствием делимся опытом, и не только преподаватели, но и студенты. Сегодня с эконом-пака порядка 60 человек ежегодно выезжает за рубеж. Совсем недавно появилась возможность получить экономическое образование по сокращенной программе. Сейчас открыто 7 представительств в городах области, где люди с высшим и средним профессиональным образованием могут пройти подготовку и переподготовку. Специальности те же, что и на экономическом факультете, а сроки гораздо меньше. Кроме того, это возможность получить высшее экономическое образование, что называется без отрыва от производства. Те дисциплины, тот объем часов, который они прошли в колледже, либо в техникуме, они проходят процедуру переаттестации. Переаттестации, то есть им проводятся дополнительно экзамены или зачеты, и эти дисциплины им переаттестовываются. Те студенты, которые приходят уже на базе высшего образования, или полного, или неполного высшего, они проходят процедуру перезачета. Кроме того, в академии есть заочный факультет, где все желающие могут поступить на одну из 11 представленных специальностей. За последние годы открыты новые представительства в регионах. Сегодня это Каменск-Уральский, Сухой Лог, Заречный и Азбест. Заочный факультет – это более 5000 подготовленных специалистов. Студенты-заочники изучают те же дисциплины и получают такую же квалификацию, как и студенты очной формы обучения. Занятия проводят ведущие профессора академии. Учебный процесс организован безукоризненно. Спрос для получения высшего образования резко возрос. У нас большие конкурсы на специальности товароведения, экспертиза товаров. У нас большие конкурсы на экономические специальности, бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика, управление в сельском хозяйстве, технологии обслуживания и ремонта машин. Ну и, конечно, спрос на такие специальности, как ветеринария, агрономия. То есть все специальности пользуются спросом. А эти специальности пользуются наибольшим спросом. В недалеком будущем планируется развить еще один факультет – гуманитарный. Многие выбирают другие вузы, может быть, кажется, что они именно при рыночной экономике более престижны, но, с другой стороны, сельское хозяйство – это основа нашего государства, потому что мы издавна аграрная страна, поэтому сюда и пошла. Я считаю, что наш вуз самый доступный, хотя в то же время и к нам очень сложно поступить, конкурс очень большой, потому что у нас до сих пор больше 75% учатся бесплатно. Большая часть из них идет по целевому направлению, то есть специально готовим по направлению из сельской местности. С нами заключил договор Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, и мы по их рекомендациям принимаем к себе ввоз на государственное обучение. 65 лет – это очень серьезная дата в жизни нашего замечательного коллектива, нашего профессорско-преподавательского состава, обслуживающего персонала, всех работников, которые трудятся у нас для того, чтобы мы могли обеспечить агропромышленный комплекс высококвалифицированными кадрами. Здоровья всем, успехов, творческого полета, хорошего настроения. И я думаю, что мы вместе с вами достойно встретим юбилей, а в дальнейшем нашими молодыми кадрами снабдим все же агропромышленный комплекс, добьемся его высоких результатов, добьемся создания действительно стройной системы, эффективной системы продовольственной безопасности. Добра и здоровья! Уральской государственной сельскохозяйственной академии 65 лет.